Здравствуйте, в эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня апелляционный суд Одесской области принял решение выпустить на поруки Наталью Янчик, воспитателя детского лагеря Виктория, где произошла страшная трагедия, в пожаре погибли три девочки. Наталья находилась под стражей, именно такую меру пресечения ей выбрал суд. Тем не менее, народные депутаты Украины Мустафана Ем и Григорий Шверк решили взять девушку на поруки, и вот, собственно, сегодня она оказалась на свободе. Об этом мы поговорим с Анной Позняковой, депутатом Одесского городского совета от фракции «Самопомощь». Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы также выражали готовность взять Наталью на поруки. Да, я не буду вас поэтому спрашивать, как вы оцениваете решение суда. Спрошу другое. Вот ожидали ли вы, что суд примет именно такое решение в апелляции? Ну, безусловно, ожидали, потому что то решение, которое принял суд первой инстанции, знаете, мне кажется, оно принималось в попыхах, на волне общественного резонанса, и не было юридически грамотно подготовлено прокуратурой, прежде всего, потому что именно сотрудники прокуратуры ходатайствовали о мере пресечения СИЗО. Сегодня мне хочется особенно акцентировать внимание, что сегодня не рассматривалось в суде дело по сути. Сегодня суд не рассматривал, виновна Наталья Янчик в том, что случилось в лагере Виктории, или невиновна. Сегодня рассматривался только один вопрос, это изменение меры пресечения. Потому что, смотрите, содержание 23-летней девушки в СИЗО, там, где находятся зачастую ранее судимые граждане, девушки, которая ранее никак не попадала в поле зрения правоохранительных органов, крайне положительно характеризуется и по месту учебы, и по месту предыдущему работы. Поэтому избрание, и самое важное, на сегодня не доказано, прежде всего, в суде не проведены следственные экспертизы, которые бы говорили о связи между невыполнением Натальи Янчик своих обязанностей, как служащего, как ответственного за пожарную безопасность, и причиной возникновения пожара. Все это будет установлено в ходе проведения трех государственных экспертиз, и тогда уже, когда, собственно говоря, будет рассматриваться дело, по сути, уже о вынесении приговора. Сегодня мы говорили только о том, что содержание девушки в СИЗО под стражей не имеет никакого обоснования. Она не собирается покинуть пределы Украины, у нее даже нет загранпаспорта, с помощью которого она бы могла это сделать. Поэтому я думаю, что наиболее гуманной мерой радует то, что суд апелляционный принял такое решение. На самом деле это воодушевляет, что остались судьи, которые, несмотря на давление каких-то политиков, общественного резонанса, все-таки принимают еще на сегодня, готовы принимать решение соответствующим нормам действующего законодательства. Вот это такое действительно знаковое достаточно решение доверия судебной системы к Наталье как подозреваемой. Я ни в коем случае не буду оценивать степень вины или, в принципе, была ли это вина, чтобы не давить на суд. Но, по вашему мнению, остается ли угроза того, что Наталью сделают главной обвиняемой по этому делу или, не дай бог, даже единственной? Потому что, ну, в принципе, логика вещей подсказывает, что есть определенный круг людей, который был ответственный за это дело, да? Ну, смотрите, из того, что мы сегодня слышали в ходе судебного процесса, и прокуратура это не отрицает, Никаких оснований сделать Наталью Янчику одной единственной виновной в этой трагедии нет. Прежде всего потому, что, во-первых, она еще, наверное, за месяц до этой трагедии подала заявление на увольнение. И уволилась она как раз именно в связи с тем, что была проверка по пожарной безопасности, которая обнаружила нарушение, составила протокол и обязала ликвидировать. Но почему-то, понимаете, обязала ликвидировать эти нарушения, там, помимо директора, еще и главного старшего воспитателя. И вот когда мы сегодня, там, накануне, точнее, ознакомились с фабулой дела, из 26 пунктов, которые, значит, там, ставят в вину этой девушки прокуратура, она могла, в принципе, выполнить только один — завести журнал. Но помог бы этот журнал как-то решить вопрос того, что не работает пожарная сигнализация, что она не подключена, что не функционировал пожарный водоем. То есть все эти, все предписания, выданные сотрудниками МЧС, они, устранить их мог только один человек. Это директор лагеря, который являлся должностным лицом, имел право подписи, имел право заключения договоров, он этого не сделал. Вот я видел в СМИ ряд публикаций, которые говорят, что, в принципе, Наталья Янчик теоретически может вывести следствие на реальных виновников трагедии, и в связи с этим встает серьезная угроза жизни и здоровью Натальи на свободе. То есть девушку могут как запугать, так могут заставить покинуть пределы Украины под давлением. Ну, третий вариант я не буду называть, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, как у нас действуют определенные, скажем так, круги, связанные с криминалом. Вот с этой точки зрения на свободе, как вы считаете, для Натальи Янчик нету подобных угроз? Ну, знаете, хочется всегда думать о хорошем. Я надеюсь, что все-таки этих угроз не будет по одной простой причине. Очень большое внимание, очень большой общественный резонанс, не только в Одессе, но и во всей Украине. Вот народные депутаты подключились, которые выступили сегодня поручителями. Поэтому я думаю, что в принципе, даже если угрозы эти начнут поступать, Наталья и будет к кому обратиться. Я со своей стороны продолжаю следить за ходом расследования. Народные депутаты. И я думаю, что все вместе нам удастся избежать такой ситуации. Вот у нас неделю назад прошла сессия Одесского городского совета. Она не прошла, она прошла и часть, скажем так, сессии. Казалось бы, событие не связанное, но вот как раз в связи с тем, что недостаточно быстро названы виновные в происшедшем, в том, что идет следствие, вполне возможно, что по объективным причинам, но тем не менее, что это факт, виновные до сих пор не названы. Вот общественность пришла под стены мэрии, и определенные активисты устроили там столкновение, потребовали отставки мэра, отставки городского совета. Сессию в результате пришлось прервать. Как вы оцениваете вот эти события, когда продолжится сессия? Ну, тяжело оценивать эти события по одной простой причине. Действительно, наверное, я скажу, знаете, как я стараюсь не обобщать, но это был тот случай, когда действительно вся Одесса пребывала и в ужасе от произошедшего в лагере Виктория, и люди были растеряны, напуганы, не знали, что делать, потому что, понимаете, эта трагедия показала, что наши дети нужны только их родителям, что, к сожалению, чиновники не в состоянии обеспечить минимальную степень безопасности наших детей ни в школе, ни в детском лагере, ни в детском саду. Поэтому действительно люди хотели быстрых результатов. Но, смотрите, здесь мы можем... Давайте разделим все-таки результаты следствия. Они не могут быть быстрыми, хотя бы по причине того, что вот эти три экспертизы, которые будут назначены, они будут проводиться не меньше трех месяцев. То есть невозможно их провести быстрее. Если говорить о политической ответственности, и как раз это, скорее всего, именно этого и требовали люди, чтобы были отстранены чиновники, были названы чиновники, которые проявили халатность и безразличие, которое привело к трагедии. К сожалению, это не было сделано, допустим, в субботу, на следующий день после трагедии. Это произошло только во вторник вечером в ходе согласительного совета. Мэр отстранил ряд чиновников от занимаемых должностей. И все это, понимаете, за этот промежуток времени люди потеряли терпение. Они хотели все-таки услышать ответы, задать вопросы. К сожалению, мэр не вышел к людям. Я не могу сказать причину, по которой это не произошло. Другой вопрос, что... В принципе, к людям вышел Андрей Котляр от мэра. Да, единственное, что это случилось уже после того, как произошли первые столкновения. То есть не было мгновенной реакции. Вот то, чего, собственно, люди ожидали. У нас, в принципе, я говорила и продолжаю говорить о том, что власть не коммуницирует с гражданским обществом. За, вот, к сожалению, там, начиная с 2013 года, власть так и не научилась выстраивать диалог. И я сейчас говорю не о показательных круглых столах под софитами камеры, а я говорю о ежедневной монотонной работе, когда, знаете, от комментариев или, там, я не знаю, каких-то пожеланий общественности не отмахиваются, какими бы они там ни были, аргументированными, не аргументированными. Но каждый одессит достоин того, чтобы власть его слышала и все-таки, понимаете, хотя бы проявляла уважение. К сожалению, на сегодня мы не видим даже элементарного поведения, морально каких-то там, чтобы чиновники придерживались морально-этических норм. Именно это вызывает такую острую реакцию общества. Людям кажется, что их не слышат, что их мнением интересуются только в ходе выборов. И, к сожалению, они недалеки от истины, наверное, на сегодня это так и есть. Вот то, что эти события все последних дней показывают, что власть не готова напрямую коммуницировать с гражданским обществом. И в этом, собственно говоря, и кроется вся проблема вот этих столкновений. Ведь, понимаете, Одесса никогда не была городом, подверженным радикальным настроениям. Но все эти радикальные настроения как раз и возникают тогда, когда власть не выполняет возложенные на нее функции. Когда будет продолжена сессия Одесского городского совета? Вот мы знаем также, что сегодня перенесли исполком, перенесли вот сессию, рассмотрели лишь несколько вопросов на той неделе, перенесли сессию. Когда, в принципе, городская власть, я понимаю, что ведется какая-то работа в комиссиях городского совета, да, но решение все-таки принимает исполком и сессия. Когда полноценно власть сможет выполнять свои функции? Я не могу вам сейчас прокомментировать, почему отменили заседание исполкома. Что касается продолжения сессии, ведь, как вы знаете, мы ушли на перерыв, такой бессрочный. Здесь, опять-таки, в регламенте работы Одесского городского совета есть оговорка, что есть процедура, допустим, ухода на перерыв, он раз в три часа, не более 30 минут. И есть оговорка, которая звучит следующим образом. Если иное решение не принято Советом. В данной ситуации Совет принял решение не продолжать очередную сессию Одесского городского совета по причине тех столкновений, которые были под стенами мэрии. Ну, невозможно, понимаете, если на улице происходят такие события, решать какие-то хозяйственные вопросы. Это, по крайней мере, неэтично. Это, ну, то есть, не могут депутаты не замечать происходящего вокруг. Ну, и тут и вопрос же не только в том, что на улице люди вырывались, залы так и ворвались. Ну, ворвались уже, как бы, даже не могу сказать, что ворвались. Они пришли в сопровождение областного прокурора. Ну да, зашли, смогли зайти. Поэтому, как бы, они зашли и хотели там получить ответы на свои вопросы. Нас на тот момент депутатский корпус уже покинул здание, мы объявили перерыв. Когда будет продолжено заседание, не могу сейчас точно сказать, как было сказано мэром, что об этом оповестит дополнительно отдел обеспечения работы Одесского городского совета. Пока что никаких звонков и уведомлений нам не поступало, но, как подсказывает интуиция, я думаю, что сессия все-таки состоится на следующей неделе, продолжится. Учитывая, что вот на две недели перенеслась эта сессия, будут ли переносы в дальнейшем других сессий, которые запланированы до Нового года? Ведь до, скажем так, ноябрьской сессии осталось, соответственно, в полтора раза меньше времени, чем было запланировано. Хватит ли действительно времени, чтобы согласовать повестку дня, чтобы разработать необходимые проекты, решения? Я не думаю, что будут какие-то переносы. Действительно, до конца года, а прежде всего, до конца бюджетного года не так много времени, и нам необходимо не только закрыть ряд вопросов этого года, но и подготовить проект бюджета на следующий год. Это, наверное, самая тяжелая работа. Тем более, что в этом году правительство сделало такой вот подарок, можно сказать, что в коем-то веке действительно вовремя подготовили проект государственного бюджета. Я вам хочу сказать, что в том году был аналогичный подарок. Я надеюсь, что это хорошая практика, все-таки укорениться в сознании наших народных депутатов, и это станет постоянной, хорошей традицией. В принципе, так это должно быть, так это работает во всех странах. Поэтому закон обязывает публиковать проекты решений за 30 дней до даты проведения сессии. Если очередная сессия запланирована у нас на 1 ноября, то 30 дней – это 1 октября 2017 года. Я думаю, что предварительная повестка будет опубликована, и следующие сессии пройдут по графику. Анна, что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы в дальнейшем не было вот таких эксцессов, как произошли во время той сессии, которая вот сейчас якобы находится на перерыве? Как я уже сказала, власть должна научиться коммуницировать с гражданским обществом до тех пор, пока она не научится не только, знаете, декларировать о перевыполнении, знаете, как в годы Советского Союза, о надоех, о урожаях и вообще, в принципе, о перевыполнении плана, она начнет выстраивать именно диалог, и этот диалог должен быть двусторонним, в принципе. Только тогда возможно прекращение вот таких ситуаций, которые имели место. Спасибо вам за интересный эфир, спасибо, что пришли к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях была Анна Познякова, депутат Одесского городского совета от фракции «Самопомощь». В студию провел Константин Гречан, и всего доброго.